Привет! Как дела? Итак, продолжаем рубрику вопрос от подписчика. И сегодня вопрос от Мелании Паничерской. Она спрашивает, Настя, расскажи нам, как искать работу в Лондоне без квалификации на дому с проживанием. Сегодня расскажу о своем опыте, как я искала эту работу. Итак, прожив в Лондоне всего лишь год, я понимала, что у меня осталось на счету очень мало денег. На тот момент я уже съехала от брата и снимала свою комнату в Лондоне. Кого интересует рассказ про это жилье, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И деньги таяли на глазах. Я решила искать работу с проживанием, потому что платить больше даже 90 фунтов в неделю, я на тот момент оплачивала такую комнату, мне было не с руки, я понимала, что деньги быстро уйдут, и мне надо будет возвращаться обратно домой, в Россию, потому что оплатить свое проживание я больше не могу. Я на тот момент получала где-то 200 фунтов в месяц от компании Мэйн Пипл, я тогда еще работала на московскую компанию. И все, больше доходов у меня не было, а расходы были в районе 400-500 фунтов в месяц на проживание и пропитание, ну и транспорт. 400-500 фунтов это 40-50 тысяч рублей. В принципе не так много, но и не так мало, если у тебя нету никакого дохода практически, то это очень тяжело. И поэтому я поняла, что оплачивать комнату я не смогу своими силами, а на работу под тайм меня никто не берет. И долго думала, чем же я могу заняться так, чтобы мне выжить в Лондоне и иметь хоть какой-нибудь доход и просто место для ночлега. Поначалу я решила обратиться в агентство по трудоустройству Нянь. Это где-то находится в районе Фицрови. Я пришла туда, там какое-то подвальное помещение. Нам всем выдали, там несколько девушек вместе со мной пришли, анкеты. Я стала заполнять. В общем, там были такие вопросы, естественно, фамилия, имя, отчество, паспортные данные и данные визы. И там было написано, там типа работа только фулл-тайм. В общем, как-то то ли я собеседование с ними прошла, честно говоря, не помню. Я поняла, что в этом агентстве мне работу не найдут. Там они искали няни на целый день. И на 20 часов работы мне будут предлагать там на 2 дня, на 3 дня и не в доме. В общем, я поняла, что через агентство я устраиваться не буду. Я буду искать сама. Я начала искать объявления. Благо на тот момент я уже знала о таком сайте под названием ГАМ-3, где я помогала брату сдавать комнаты. И там же решила поискать работу. Пролистала много всяких объявлений. И ничего такого вот, что бы мне подходило, я не нашла. Но на этом сайте я решила подать свое объявление, так как я брату помогала как раз таки вот со сдачей комнат. Я знала, как создать объявление и как повесить его на этот сайт. Не знаю, как сейчас. Тогда они были бесплатные. На неделю ты ставишь объявление, и оно висит. Люди заходят, смотрят, и кто-то тебе пишет или кто-то тебе звонит, если кого-то устраивает. Про объявления, как они выглядят, я расскажу чуть-чуть попозже. Если найду свое объявление, тоже вам покажу. А так, в принципе, пролистав классификатор работ, я поняла, где я могу работать. Я могу работать в семье, жить там и предоставлять им какую-то услугу. Как раз таки там возможно работать под-тайм. Ну и фулл-тайм тоже есть няни и хаускиперы. Но так как в моей визе стояло только 20 часов работы в неделю, я не могла работать больше, так как у меня была студенческая виза, я обязана была учиться основное время и только 20 часов подрабатывать. Кроме того, я искала работу в русскоязычных газетах. В Лондоне есть такие газеты, как Англия, Пульс. Но там в основном такая работа, там электросварщик, строитель, продавец в магазине. И я понимала, что это не на 3-4-5 часов в день. Это или полная смена, или как-то посменно. И, в общем, сделав выводы, что и мне надо как-то договариваться на тот момент, когда я учусь в университете, в общем, надо искать какие-то вот такие вот обходные пути. Главная задача была, мне надо было где-то жить и мне надо было учиться, не пропускать учебу, иначе, так как там был очень строгий контроль, если я пропущу 1-2-3 раза, то меня могут депортировать. Поэтому уроки я практически никогда не прогуливала. Но в русских газетах мне ничего не подходило, сама я не давала, потому что там на поиск работы, по-моему, были платные объявления. А может быть, пару раз давала и звонили с очень какими-то непристойными предложениями или с какими-то странными для меня предложениями. В общем, я тоже, как ищущая работу, выбирала работодателя. С русской семьей было немножко по-другому. По-моему, я дала объявление в газете Англия и уже оттуда мне позвонила вот эта женщина, пригласила на собеседование, пригласила на испытательный какой-то двухчасовой период у них в доме. Там я что-то помыла, что-то убралась и она оставила меня работать вот в качестве приходящей няни по воскресеньям. Так даже и не знаю, как найти работу, если не няней и хаус-кипером, а каким-то другим невысококвалифицированным рабочим. Пытайтесь, все может быть, ищите. Кто ищет, тот находит. Я нашла вот таким вот способом. Возможно, вам попадется какое-то объявление, которое вас устроит. У каждого свои параметры работы, у каждого свои ожидания. И желательно, чтобы все это, что вы ищете, совпало с вашим внутренним как бы голосом, который говорит, да, это моя работа, я хочу вот там работать. У меня очень много было ситуаций, где я понимала, что я не хочу работать в этой семье, но я соглашалась, потому что мне уже надо было срочно куда-то переехать, куда-то въехать и хоть как-то выжить, образно говоря. Я соглашалась на работы, но я даже не знаю, какими высшими силами меня от этих работ уберегло. Про каждый вот такой опыт, про который я помню на данный момент, это была работа в Тутюнге, в Пимлика и где-то в районе Виктория Парка. Вот эти работы я помню, как я устраивалась, как проходило собеседование, буду рассказывать очень интересную информацию. Итак, в 2012 году я еще обучалась на курсах английского языка в районе Фула. И я уже на тот момент понимала, какие основные статьи расходов в моей жизни существуют. И я решила выписать для себя очень важные пункты, какую именно семью я ищу. Мне надо было меньше тратиться на транспорт. Транспорт в Лондоне очень дорогой, и чтобы из Винбилдона ездить в Фула мне приходилось тратить 3 фунта в день. А это получается 90 фунтов в месяц, если ежедневно ездить. И то это между второй и третьей зоной такая маленькая сумма. Если я ехала до первой зоны, то это примерно 2,5-3 фунта в одну сторону. Это 250-300 рублей. Для тех, кто не ориентируется в курсе фунтов стерлингов. Вот. И я поняла, что мне надо искать недалеко от школы английского языка, в которой я обучалась. Мне надо искать такую работу, чтобы я могла работать только несколько часов в этом доме. И опять же таки, чтобы я жила в этом доме несколько часов. Почему? Я тогда училась, по-моему, с 9 или с 10 часов до 2 курсы у меня были. После 2 часов я могла предоставить свои услуги семье. В качестве няни, в качестве хаускипера, в качестве хуэва. И дала объявление, что могу выгуливать собак, могу быть няней, могу убираться в доме. Ну и какие-то еще там стирка, глажка, готовка. То есть я перечислила все функции, которые я могу делать в их доме. И так вот, можно сказать, мне крупно повезло. Практически первый отзыв мне написала женщина и позвала на собеседование. После собеседования она сразу же предложила мне работу, но единственное условие было, я должна была предоставить какую-то рекомендацию. А у меня на тот момент не было никакого опыта в этой среде и каких-либо рекомендаций я не могла предоставить, так как меня брали на должность хаускипера. А работу я искала, ну, может быть, месяц или два, пока я сделала такое умозаключение и выставила свое объявление на этом сайте. Я уже где-то успела подработать и убиралась у друзей моей знакомой, точнее это была знакомая брата. Ну, в принципе, мы и сейчас общаемся с ГНР. И она сказала, если тебе нужна будет рекомендация, пусть мне звонят, я им отвечу, как ты отработала, типа того. И, в общем, я дала этой женщине телефон ГНР, и она туда позвонила, и через день у меня уже была работа. То есть я через неделю могла съехать со своего местожительства в Вимбелдоне и переехала прямо фуллом, прямо 10 минут пешком до моей школы. Про работу я уже рассказывала, не буду рассказывать, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Дальше, когда у меня закончился контракт, я стала искать работу, опять же-таки, уже ближе к тому колледжу, где я училась, это был Хаммерсмит. И тоже очень быстро повезло, мне написал мужчина, пригласил на собеседование, я пришла, там море собак, все довольные, счастливые, я и собаки. И меня также быстренько взяли на работу, позвонив уже той женщине, у которой я работала, вот этой вот, в этой индийской семье, она дала мне рекомендацию вот этому мужчине, с которыми мы до сих пор общаемся с этой семьей, я периодически поздравляю их с Рождеством, там с днем рождения и так далее. Вот, так что вот семья, где я проработала 5 лет с собаками и год няней. Ну, а так как там девочка выросла, я уже говорила, мне пришлось съехать, контракт тоже закончился. И дальше, вот, очень долго я искала эту работу, 4 или почти 5 месяцев до встречи с моей новой семьей. Тогда я уже знала, что я хочу делать, что я не хочу делать в семье. Я перебирала тоже, расскажу, какой у меня был опыт. Было так, что мы уже договорились с одной семьей, которая меня не очень устраивала. И я решила отказаться от проживания в той семье, но расскажу попозже. Вот, так что вот эту семью тоже, по-моему, по объявлению своему. Я искала и их объявления читала, но работодатели пишут такие условия, такой просто трэш, что ты понимаешь, что за те деньги, которые они предлагают, ты просто не будешь никогда работать на таких условиях. Потому что ты знаешь, что есть работы намного лучше, намного проще и более оплачиваемые. Ну и в третьей семье папа требовал очень много. У нас, естественно, были терки по поводу моих обязанностей и его оплаты. Об этом я тоже, наверное, когда-нибудь расскажу. Но в конечном итоге я у них прожила два с половиной года и, в принципе, мы как бы нашли точки соприкосновения, кому что важно выяснили, как там заранее договаривались и так далее. Ну а если у вас есть права на полный рабочий день, то есть если вы гражданин Евросоюза, или там замужем за англичанином, или еще какие-то права, у вас есть виза, которая дает вам фулл-тайм рабочих часов на полный рабочий день, то в качестве няни можно быть и приходящей, можно и с проживанием, можно заработать хорошие деньги. Там даже до 7 тысяч фунтов, это 700 тысяч рублей в месяц доходит такая вот цена. Но там, конечно, придется пахать. Не в том плане, что физическая такая сильная нагрузка, а именно психологическая. Вам придется постоянно быть в этой семье, вы не сможете отлучаться, вам всегда надо будет быть на подхвате и практически 6 дней в неделю и только один выходной. И то может быть по договоренности, допустим, вам скажут, поработать сегодня вот в воскресенье, а в пандемик может быть свободный. То есть, в принципе, никакой личной жизни. Или работа с 8 утра до 8 вечера. Допустим, такая бывает работа. Ну, за такую работу можно получить 3-5 тысяч фунтов. Есть разные работы, есть разные оплаты. Ищите то, что вам нужно. Я искала дорогостоящую работу, потому что мне надо было оплачивать университет. Я рассчитала, сколько мне надо зарабатывать в день. Я договаривалась с работодателями, что мне надо учиться вот в этот и этот и этот день. Конечно, было страшно. Конечно, думала, что откажут. Но нет, и они идут на уступки, потому что они видят, что вот этот человек нам подходит. И я иду на уступки, где могу, как бы, поддерживаю, там, если даже в мои нерабочие часы помогаю. И как бы всё у нас складывается. Но когда я вижу, что человек абсолютно мне не подходит, то есть у меня есть такая особенность. Я считываю человека при первой встрече. Я понимаю, что это мой человек или это не мой человек. Или даже если я не понимаю, мой или не мой, уже по разговору, по общению, по тому, какие у него жизненные ценности. Я понимаю, что я вот хочу работать с этим человеком, хочу общаться с этим человеком. Или нет, ни в какую. Вот, так что я тоже сама выбирала себе работодателя. И, в принципе, со всеми работодателями я осталась в хороших отношениях. Было много тёрок, мы притирались друг к другу. Но всё хорошо закончилось. Я зарабатывала на университет и помогала им в доме. Я получила образование и вырастила их детей, можно так сказать. Но сейчас я покажу вам, где именно я искала объявления о работе, которые предлагались на сайте ГАМ-3. А также, если ещё есть возможность, покажу, как выставить своё объявление на этом сайте. Итак, заходим на сайт ГАМ-3.ком ГАМ-3.ком Вот так он выглядит. И здесь можно выискать работу вот здесь. Jobs написано. И есть работа как в бухгалтерии, административной должности, agriculture farming, то есть земледелие, animals. Вот здесь, возможно, можно найти работу док-волкинг, то есть в иглу собак. Charity, ну, в общем, child care. Возможно, вот здесь можно поискать объявления. Да, вот, няни, housekeeper, south Kensington, няни, live out. Вот так они пишут. Няни, impact, няни, live out. Full-time, live out. Это вот то, что я говорила о хорошей зарплате. 12 фунтов в час. Что тут? Также пишут пост-код, то есть индекс, по какому адресу примерно находится. SOSFILDS, это как раз где я жила. AUPE написано. AUPE это live in, то есть с проживанием. We are looking, nяни, to help with our seven old son and eight old daughter. То есть, вот, например, такое объявление ищут няню для семилетнего мальчика и восьмилетней дочки. На 26-30 часов в неделю в учебное время, плюс сам overtime in school holidays, ну и немножечко помощи в школьные каникулы. Предлагаю 150 фунтов в неделю. Это вот столько, сколько я получала в 2015 году. То есть, на данный момент это уже небольшая сумма, я бы так сказала. Я бы сейчас за 200 искала уже. And all food. Accommodation, sole use of car. То есть, даже машину предлагают. With double bedroom. Double bedroom это хорошая комната, большая. С телевизором и интернетом. We pay 28. А также они оплачивают 28 дней каникул. В принципе, неплохое объявление, где находятся Сассфилдс. Это там, где я жила, в районе Вимблдона. Looking for someone who is can do fun and patient with kids. Ну, тут больше с детьми веселиться, заниматься ими. Responsible cook. Healthy meals. То есть, отвечать за качественное приготовление еды. With a very high standard of English. То есть, с хорошим знанием английского языка. The role will suit someone with experience in looking after young children, including basic homework. And who would describe themselves as naturally, safety, conscious and organized. With good common sense. Ну, в общем, для хорошую няню ищут. Которая может описать себя как суперорганизованная и ответственная за детей. Которая имеет здравый смысл во всем. Хороший такой здравый смысл. We are very supportive of other ambitions you may have. And if you want help gaining off-street registration, getting work experience in nursery or school, or finding part-time employment elsewhere, we would be happy to help you in any way. То есть, они, в принципе, не против того, чтобы их няня занималась чем-то помимо того, что бы работала у них, училась бы или была какая-то другая дополнительная работа. И они будут помогать этой няне во всех направлениях. И подстраиваться под график, и помогать в чем-то. Hours are negotiable. В общем, на данный момент это с понедельника по пятницу с 7.15 до 8.45 утром. И после обеда с 3.30 до 7.30. Ну, в принципе, примерно столько же, сколько я работала в моей последней семье. Плюс 2 ночи babysitting, то есть 2 вечера. Это, конечно, меня babysitting напрягал, потому что это бесконечно. Может длиться чуть ли не до 12 часов ночи. Родители в ауте, дети не спят, и пока родители не придут. И дополнительное. You can earn additional babysitting hours in the evenings or weekends. 10 фунтов в час за дополнительные часы. Мне тоже обещала первая семья, но как-то что-то не платила. Так что вот это надо капитально с этим, по поводу этого договариваться. Your duties will include. И описывают, что вы должны будете делать за эту сумму денег и так далее. Ну, я не буду всё читать, но, в общем-то, всё понятно, чем няня должна заниматься и помогать с домашним заданием. Забирать и приводить из школы, отводить в школу. Менять постели, там, в общем, собирать всякие игрушки. Даже вот, видите, lotion kits, bed sheets and towels. Ну, то есть, стирка. Keeping bedrooms, kitchen and play areas, clean and tidy. То есть, всё убирать. Достаточно напряжная для человека работа. За всеми всё убирать. Вот для меня лично. Потому что, если человек приучен всё раскидывать, и за него кто-то уберёт, постоянно всё раскидывают. Поэтому надо воспитывать детей так, чтобы они сами за собой убирались. И родителей просить о том, чтобы дети сами всё клали на место. Иначе это просто бесконечная, постоянная уборка идёт. Ну, и план activities. В общем, всякие развлечения планировать. И ходить куда-то с детьми, там, в парке или на какие-то мероприятия. У них есть housekeeper два раза в неделю. Ну, в общем, там, location accommodation, Wonsford, Southside Shopping Center. Да, я знаю этот шоппинг-центр. В общем, они живут в Wonsford, Wonsford Town, East Putney. Вот когда я жила в Сосфилде, мне бы подошла эта работа на тот момент, в 2011-2012 году, 150 фунтов, была хорошая оплата. Для такой работы на данный момент я бы только за 200 фунтов пошла на такие условия. У некоторых работодателей, кстати, написано вот такой up-to-date DBS чек. DBS – это criminal record, то есть ваша криминальная история. Были ли вы где-то замечены в криминалистике или нет? Сертификат такой на тот момент стоил, по-моему, 60 фунтов. У меня таких денег не было, да и что они будут искать? Я в этой стране жила там 2-3 года. Наверняка нет никаких криминальных историй у меня. В общем, я не стала обращаться по таким объявлениям. И, кстати, в агентстве я вспомнила именно по этой причине отказалась от их услуг, потому что мне, как безработному, делать такой достаточно дорогой сертификат было очень накладно. Ну, вообще не было денег, можно так сказать. 60 фунтов – это 6 тысяч рублей. Если ты сидишь без работы, это очень дорого. Ну, и делается такой сертификат несколько дней, а то недель. А с моим российским прошлым, может быть, затянулось бы и на месяц. Я не знаю, как они это проверяют, делают ли они запрос в Россию или нет. Ну, в общем, если кому-то сложно сделать вот такой сертификат, лучше отбрасывайте такие работы, найдете и без этой проверки. И еще покажу, как можно самим подать объявление. Ну, в общем, если вас заинтересовала вот такая вот работа, вы просто пишите «Apply». Но для этого надо зарегистрироваться. У меня есть логин и пароль, поэтому я сразу зайду. А люди, которые не были на этом сайте никогда, надо зарегистрироваться. Регистрация вот здесь. У меня логин. Вот так он звучит. И я могу зайти и посмотреть. Может быть, даже какие-то у меня объявления сохранились. Ничего я на данный момент не рекламирую. А вот есть «Inactive Ads». То есть, все, что я рекламировала когда-то. Сейчас он мне покажет. Да, это я холодильник продавала, когда уезжала. Кстати, продала его, по-моему, за полтинник. Комнаты брата сдавала. Давайте посмотрим, может, что-то и найдем. Прочитаем, как выглядело мое объявление на этом сайте, на которое меня приняли на работу, благодаря которому. Ну вот примерно оно вот так. «Lift in, под time». Вот в «Хаммерсмите» я, допустим, искала работу 7 лет назад. Фух, 7 лет назад это был как раз 2014 год. «Deleted» репост. «Redeleted». Значит, оно уже удалено. Но репост он мне показывает. Я могу сделать. Значит, возможно, мы сейчас увидим текст этого объявления. Да, вот «Location» я искала работу. Я жила по этому адресу, по этому индексу. И, наверное, я уже искала следующую работу, которую я нашла аж через 4 месяца в Эрскорте. Но объявление было вот таким. «Pot time babysitter» или «Housekeeper». «Lift in» я писала. Ну или можно писать «Aupair». Это означает тоже «Lift in», то есть с проживанием в доме. Давала свою вот такую фотографию. Писала, что мне важна «Area» «Hammersmith», то есть вот эта локация. И вот что я писала. «Pot time babysitter» – это я «looking for работу» «Barrons Court» «West Kensington» «Hammersmith». 32 кода. Ну, такая, как это сказать, мудрая женщина ищет работу babysitter, хаускипера, няни или «Old people companion». Я тоже искала, думаю, мало ли, может быть, какой-то старушке тоже нужен компаньон. Это тоже как работа считается. «Dog Walker», «Helper». В общем, и собаковод, и помощник по дому. В общем, писала абсолютно все работы, которые я могла выполнять. «Lift in» выделяла даже крупными буквами. «Close to Hammersmith». Для меня было важно находиться в районе Hammersmith, потому что я хотела продолжать гулять с собаками. Писала, что я студент Саусбанк-Университи. Обучаюсь 15 часов в неделю. И дальше свои лучшие качества, что я хорошо организована, ответственная и уверенная в себе, не курящая персона. Дальше «I can do housework and I am ready to look after your kids, animals and a garden». Также и сад. То есть я писала, что я могу делать любую работу по дому, а также готова присматривать за вашими детьми, животными и садом. Сад я тоже очень люблю, поэтому вот так писала. Мало ли, может, кому-то просто садовник нужен. Дальше «Baby-sitting could be only occasional due to my different timetable. Permanently I could offer only early mornings to give children breakfast and get ready to school. And evening's time all days except the one when I finish my study at 5 p.m. То есть я писала, что могу выполнять работу на данный момент рано утром, то есть кормить детей завтраками, отправлять в школу, а также работать только после 5 часов. Может быть, кому-то такие часы нужны, а может быть, я не устрою вот с таким графиком людей. Поэтому я конкретно описывала всё, что важно для меня и что я могу предложить как ответственный за свои слова человек. Дальше пишу. Значит, на 3 года я искала такую работу. Да, это уже было после того, как я отработала с собаками в доме с собаками, потому что на тот момент, когда я у них была, я учила английский язык, сдавала IELTS в колледже. Дальше пишу. The payment depends on time, beauties and conditions. То есть оплата зависит от количества часов работы, от обязанностей и условий проживания и вообще работы. My experience in two English families. Да, правильно. Значит, уже была та семья. As a housekeeper and babysitter and a dog walker will help in your daily duties. То есть я пишу, что у меня есть опыт в двух семьях и уборщицы, и няни, и собаководам. И весь мой опыт поможет в дальнейшей работе у моего будущего работодателя. И всё, я писала Анастасия. Дальше сюда вписывается email. В телефон тоже можно вписать, но вам будут звонить в основном. Мне по телефону очень сложно слышать людей, потому что чаще всего я нахожусь или на улице, или где-то. В общем, я слышу абсолютно все звуки, и я не могу выделить только голос человека, а особенно когда он говорит на английском языке, да ещё и быстро. В общем, я по телефону не чувствую себя confident, то есть уверенной, и поэтому всегда даю email, потому что написать письмо мне намного проще. И ответить, подумать, что сказать, как правильно напечатать на тот момент. Я ещё не знала, как по-английски то или иное слово печатается, проверяла в словаре, всё вот так вот. И да, можно вот так же подать объявление. Сейчас я покажу, как это делается, если оно не готово. Допустим, мы вот этот текст выделим и скопируем. И вот оно показывает, что полная цена бесплатна. Да, вы можете показывать в течение 7 дней его в первых строчках на высших позициях за 109 футов. Но, как обычно, у людей, которые ищут работу, нету таких денег. На 7 дней по-быстрому, urgent написано, очень быстро показать это объявление везде там. Ну, я не знаю, чем вот эти отличаются. Я всегда все объявления давала бесплатные. Потому что таких денег платить за объявление у меня не было, когда я искала работу. Да и вообще, зачем платить деньги, если, в принципе, я каждый день публиковала это объявление, чтобы оно было всегда более-менее на высших позициях. То есть оно за день уходит там на вторую, на третью страницу. Потом вы то удаляете, и новое включаете. Получается опять сверху. Вот. Поэтому, в принципе, да, это такая работа. Вот за эти деньги вы можете сами бесплатно давать объявление, чтобы оно было всегда более-менее на высоких позициях, чтобы ваше объявление видели работодатели. Это надо делать каждый день. Иначе за неделю вы его просто не найдете. Оно там будет уже на 113 странице. А за день уходит на, ну, от первой до пятой страницы. То есть очень часто подают объявления люди. Значит, чтобы подать объявление, надо зайти вот на эту ссылочку. Post.Add. То есть Add – это объявление. Advertisement. Запостить. То есть сделать пост. Pick up where you left off. Нет. То, что я редактировала, это мне не надо. Мы начинаем новую. Мы ищем категорию. Обычно они предлагают. Скажите, что вы ищете, что вы хотите прорекламировать. Я пишу, допустим, looking for aupair job. И вот он предлагает искать работу в графе, в классификации jobs, aupairs, то есть сервисы, сервисы, в сервисах, в чайдке, в нянях, jewelry. Это нам уже не надо. И в принципе, можно подавать во все три категории, которые вот они suggested, то есть предлагают. Ну, мы начнем, наверное, в сервисы, потому что jobs – это, как обычно, предлагают работу, а в сервисах уже предлагают свой опыт и свои услуги. Поэтому, так как у меня ауп, jobs, а не няни, чаще всего я вот сюда заходила, выбирала select. Дальше я писала свой посткод, где я проживаю на данный момент. Допустим, я в последний раз жила вот по этому посткоду, то есть индексу. И этот индекс дает приблизительную область, где вы на данный момент находитесь, живете, и работа ищется примерно приближенная к вашему месту проживания на данный момент. Пишу Даже не буду писать I am просто international student looking for a pair job. Вот так, в принципе, я набирала. Сюда вставляла свою фотографию какую-нибудь более-менее приличную, где вы выглядите как ответственный такой человек. И дальше описание, то, которое я вам уже зачитывала, я его просто вставлю, так как я его скопировала. И все. Ваш e-mail, ваш телефон, если вы по телефону, я видите, всегда галочку вставила по e-mail лучше мне отвечать. И дальше цена за объявление. Я не буду нажимать, потому что на данный момент я не ищу работу в Лондоне в качестве АОП. И вообще я не нахожусь там. Вот так вот ищется работа на сайте ГАМ-3. Чаще всего в основном я работу искала именно здесь. Ну, или по русским газетам, но там очень мало предложений работы няней. И чаще всего у русских я не искала, потому что это низкая зарплата и очень много обязанностей, ответственности и так далее. и очень плохие условия жизни. Так скажем. Но не всегда. Вот с русской семьей, где я работала по воскресеньям, приходящая няня, мне повезло. Ну, об этом я уже тоже рассказывала. Ищите ролики на моем канале. Если я вам чем-то помогла, буду очень счастлива. Задавайте еще вопросы. Все, что знаю, умею и могу, расскажу. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok